Всем привет! Долгожданный день. Приехал мой новый X-PROG3 от Lounge. Это приставка для работы с ключами и мобилайзерами от Lounge. У меня есть предыдущая версия X-PROG1. Как видите, в плане размеров третий X-PROG подрос основательно. В плане функционала они тоже сильно отличаются. То есть, естественно, X-PROG3 делает все то же самое, что X-PROG1. И добавили еще большое количество функций и опций. Сейчас я покажу карлист, покажу, как выглядит этот прибор. Если кому-то интересно, пишите комментарии под видео. Если интересно, он в работе. Могу снимать видосы по привязке ключей, замене блоков. Кстати, он уже умеет делать замену блоков на VAG-группе. 17-е блоки, EDC-17-е блоки, DSG-коробки на MQB-платформе. Если это интересно, пишите комментарии. Могу об этом снимать короткие ролики без проблем. Сейчас посмотрим, что же там внутри. Так, моя любимая часть распаковывания. Какая-то документация, упаковочный лист, инструкция. Вот и сам приборчик. Как видим, есть разъем для программирования, разъемы для программирования под ключи. Есть инфракрасник. Судя по размеру, по форме, это для работы с Mercedes инфракрасными ключами. Так, интересно. E-Prom адаптер. Различные корпуса E-Prom в подпайку. Так, какие-то переходники. Я думаю, в процессе узнаем, для чего они. Пока, если честно, без понятия. Прибор в работе не был испробован. Прибор новинка. Я думаю, информации по работе с ним пока еще в сети нет. Будем первыми. Так, здесь у нас еще два отсека. Здесь комплект переходников. Каких-то кабелей. АВД шнур. Пины. Скорее всего, напрямую подключаться к блокам. Хотя обычно, такие кругленькие, это как раз коробки. Но в процессе все узнаем. Очень похож разъем на ваговскую панель. Так, по шнурам сейчас все упакую обратно. И будем смотреть дальше. Теперь немного сравним первый X-Pro с новым третьим. Как видим, приборы очень сильно отличаются. И если брать даже визуально, явно из функционала, ну, только малая часть в первом X-Pro относительно того, что делает третий. Карлисты тоже сильно отличаются. Я, к сожалению, первым X-Pro поработал недолго. Практически сразу китайцы выпустили третий. Но то, что было заявлено, то, что пробовал, это ключевая группа в автомобилях на MQB платформе. Я без проблем добавлял при помощи этого прибора. Надеюсь, что третий X-Pro тоже не будет подводить. Но, как говорится, время покажет. Так, сейчас посмотрим упаковочный лист. Да, видим, что работает с инфракрасными ключами Mercedes. Так, инструкция. Инструкция только на английском. Кто не знает английский, может почитать на китайском. Ну, да, я был прав. Второй слот это для Mercedes. Третий слот для остальных ключей. Четвертый маленький. Вот этот вот для чипов. Ну, по E-Prom все понятно. Вот и про наши адаптеры здесь написано. Так, пишет, что может добавлять ключи в BMW. КАС-3 и плюс. Так, здесь написано про коробки. В X-Pro заявлено замена блоков управления коробками. Ну, посмотрим, в каких авто это работает. Так, МЕД-17-1-10. Заявлено замена замена 17-х блоков. МЕ-17, EDC-17. Если это будет работать, это очень-очень здорово. Ну, а дальше все на китайском. X-Pro подвязывать к старшей модели не нужно. То есть к ПАДу, либо к ПРОШКе. Он соединяется через разветвлитель с адаптером СДБ, либо со смарт-линком. Соединяется с автомобилем. И можно работать, делать то, что говорит программа. Сейчас попробуем подключиться. Покажу, как это работает. Так, в комплекте с X-Pro идет вот такой вот шнур. Он соединяется с самим X-Pro. Разветвлитель соединяется в данном случае со смарт-боксом. Это может быть и ДБшка, это может быть смарт-линк. В случае с Pro 5. И на втором конце у нас остается классическая ОБДшка. Для того, чтобы вставлять ее в автомобиль. Сейчас включим питание к ОБД. И запустим саму программу. Сама программа у нас вот здесь. Здесь, кстати, написано, чего добавили. Сами видите, все на экране. Особенно мне нравится, хотя, в принципе, у меня и так есть чем это делать, но, тем не менее. Чтение записи про Mi Flash, DQ-200, DQ-250, TL-500. В общем, коробок DSG на VAG. Это очень и очень радует. Как оно будет работать, еще узнаем. Так, покрытие автомобиля. Сейчас, по идее, мы должны увидеть карлист. Так, 170 страниц. Вроде как, 3400 автомобилей. Какая-то страшно большая цифра. Так, здесь видим Alfa Romeo. Ладно, воткнем в серединку. Так, отлично. Аудио 5, 2008 год, 2007. Так, хочется что-то поновее. 2011, 2012. В принципе, достаточно ходовые машины. Я так понимаю, вот здесь оно умеет привязывать ключи. Q5, 2015. Отлично. Попробуем поиском по модели. Так, Minimize нажмем. Вот, отлично. Так, здесь написано, что читает мотор. И промо флэш. Так, не могу развернуть. Получается посмотреть. Так, еще и Volvo заявлены. Пока я так понимаю, все козыри вот этих вкладок, это 17-е блоки. Ну, не знаю, насколько это актуально. По 17-м блокам и так есть, чем работать. Это и BSM-модуль комбика, и 71-й модуль PCM-флэшера. Опять-таки, у кого есть Flex, Ketak и прочие европейские флэшеры, загрузчики. Так, и это не актуально. Но иметь все в одном приборе, почему бы и нет. Так, можно выбрать автомобиль. Peugeot 207. Допустим, 2010 года. IMA. Да, E-Prom, E-Flash. Чтение, запись, блоки управления двигателем. Это мы умели и так. В принципе, для тех, кто не занимался программированием, у кого нету загрузчиков, такой мощный прибор для начала. Цена на него достаточно гуманная. Но может и будет интересен. Так, сейчас загрузим саму программу. Так, здесь у нас все то же самое рассказано. Как подсоединяться. Так, интересно. Давайте начнем с E-Prom. Ну и здесь, как в любом прогере, типа Mini Pro, Orange, Upe и прочих, можно выбрать производителей E-Prom. Берем OKChip, MSM серия. Берем более распространенные ST. 24-я, 34-я, 93-я, 95-я. Все это можно читать лаунчем. Естественно, у профессионалов и ребят, кто давно занимается автомобильной электроникой, это все есть, этим не удивишь. Но с точки зрения функциональности и упакованности одного прибора, лаунч делает, по моему мнению, правильные шаги. И это все очень здорово. В любом случае, этому всему найдется применение. Так, сейчас попробуем Gearbox, коробка передач. Так, у нас предупредило, что лучше использовать USB-соединение. Список коробок. Схема подключения интересна. Отлично. Лаунч добавил и справочник. Сейчас посмотрим по другим. Очень здорово. Смотрится очень классно. Менюшка очень приятная. С инструкцией разработчики потрудились на славу. Если все это заявлено будет работать, то прибор просто бомба. Так, пробуем SCM. Single Chip Micro Computer. FreeScale. Ну и видим, какие серии FreeScale мы можем читать. Отлично. Вот наш адаптер, назначение которого мы не знали. Так, пробуем Engine. Отлично. Так, пробуем Engine. так бошевские блоки так и здесь нам предлагают по инфинеоновским трикоровским процессорам так поиск по модели ясно и такого нету сейчас делаем то же самое а Очень здорово. Выбираем key. Это ключ. Чтение и запись ключа. И по радиоканалам. Что имеют хитак-2, хитак-про, мегамос-8Е, инфракрасный, хитак-вак, мегамос-48, мегамос-АЕС. Будем надеяться, что списки будут пополняться, а не это будет очередной заброшенный проект. Очень бы хотелось, чтобы лаунч развивал это направление. Итак, ремонт-контроль. Это радиоканал. Проверим на ключе ВАК. Это Гольф 2014 года выпуска. Для того, чтобы проверить радиоканал, ключ помещаем в этот слот. Запускаем на кнопку программку. И нажимаем на любую кнопку. Видим частоту. Оставляем ключ в слоте. Кей ридинг в райтинг. У нас в этом ключе установлен мегамос-48. Read Key ID. Read Key Information. Разблокировка ключа. Так, проверка. Не закрыт ключ. В целом интересно. Хотелось бы попробовать на реальном автомобиле добавить новый ключ. Как видим, работа с ключами на достаточно серьезном уровне. По крайней мере визуально. Как оно будет работать. Если не будет работать, я тоже об этом всем буду рассказывать в своих следующих видео. Первое впечатление очень приятное. Как видим, по карлисту, по заявленному функционалу прибор получился очень интересен. Прибор будет интересен мастерским, которые занимаются ключами, которые занимаются автомобильной электроникой. Для моего сервиса это однозначно интересный девайс. Будем работать, будем тестировать по заявленному. Мне очень нравится. Как оно будет, посмотрим, узнаем. Но я думаю, что это вложение было сделано не зря. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok